Всем привет! Итак, решил я поделиться с вами своими мыслями по поводу образования. Так как я уже не раз слышал мнение, нужен институт, не нужен, что куда идти, курсы, не курсы, ну и все такое. Так вот, решил я своими мыслями и своими размышлениями с вами поделиться. Ну и немного, я думаю, в процессе размышления немного будут какие-то темы, которые находятся рядом. Все, что сегодня я тут выскажу, даже не выскажу, а просто поделюсь своими мыслями, это мои мысли и размышления. Поэтому не нужно писать какие-то гневные комментарии только из-за того, что вы другого мнения или же потому, что у вас вот все вот не так вот получилось или не так получится и так далее. Я всего лишь делюсь своими мыслями и очень будут неплохие комментарии, в которых вы, к примеру, можете написать, ну, вкратце, возможно, свое мнение, либо свой опыт какой-то, как у вас получилось что-то или как не получилось, почему, ну, и все такое. Итак, я уже не раз слышал о том, что институт ничего не дает. Зачем тратить время на этот самый институт, университет, ну, или вкратце, вуз, да, высшее учебное заведение. Более того, иногда можно даже услышать примеры, даже не примеры, а какие-то имена каких-то там богатых людей, которые без образования. Ну, это может вызвать улыбку. Мы, как бы, или я, или вы, не один из них. Более того, если начинать разбираться по конкретным людям, то иногда получается не все так просто. В том смысле, что отсутствие образования не помешало этому конкретному человеку стать богатым и успешным. Да, бывает такое, но таких людей не так уж и много. Но это тема не обсуждения конкретных людей, и как так получилось, что они якобы без образования стали такими успешными и умными. Тема немного о другом. То есть есть, на мой взгляд, образование и есть образованность. Человек может иметь пять образований, но не быть образованным. Для простоты я бы, наверное, сравнил с таким выражением. Человека из села можно увезти, а вот село из человека нет. Образование – это у нас такой процесс и продукт формирования ума, характера и физических способностей личности. А образованность – это качество личности, характеризующее способность человека использовать в своей жизненной деятельности, освоенные им продукты материального и духовного труда людей, то есть их прошлого опыта. И включать этот опыт других людей в свой собственный опыт. На практике образованность заключается в объеме информации, то есть знаний, умений, навыков, позволяющей правильно мыслить в пределах существующей системы. Ну, где-то так. То есть образованность – это и начитанность, и образование, и просвещенность, и энциклопедизм, и эрудированность, и так далее. Так вот, какие же мои мысли по поводу того, стоит ли учиться в ВУЗе или нет? Мол, все равно ничего полезного ВУЗ не дает. На работу не берут, а если и берут, то платят мало, потому что нет опыта, ну и так далее, и тому подобное. Типа, лучше за это время и за эти деньги открыть бизнес. Какой-то там, не знаю, магазинчик, может, что-то еще. Ну, если так рассуждать, на мой взгляд, то можно дойти и до того, что школа как бы тоже ничего не дает. С этим, конечно же, труднее поспорить. Но, все-таки, я думаю, можно попробовать, да? Но, я думаю, большинство все-таки останется при том, что школа нужна. Итак, что же мы в школе получаем? В школе мы учимся, учимся думать, учимся писать, учимся размышлять. Конечно же, кто-то учится еще и плохому, к примеру, учится курить. Это, конечно, плохо. Но, тем не менее, чему-то мы там доучимся. В целом, мы приобретаем навыки, которые нам помогают уже хоть как-то осваиваться в окружающем мире. Если взять маленького человека, который пришел в первый класс, и уже более-менее взрослого человека, который закончил среднюю школу, то разница, конечно же, большая. Окончивший школу уже много чего может сделать самостоятельно, без помощи родителей или учителей. Конечно же, не только школа нам дает знания. Большой вклад должны вносить родители. Если родители особенно изучают, все вместе с детьми, это очень круто. Процесс образования идет на порядке лучше, и процесс усвояемости материала происходит гораздо быстрее. И есть время на усвоение гораздо больше информации, чем можно получить в школе. Так вот, школа это такой подготовительный этап, перед тем, как мы попадаем в вуз. А в высшем учебном заведении, в вузе, практически все уже зависит от нас. Это такой новый этап, где мы учимся уже быть более самостоятельным. Конечно же, есть разные вузы. В одних конкретная специальность преподается лучше, в других хуже. В третьих, иногда говорится, что лучше бы вообще это не преподавали. Все бывает. Но кто же вам мешает во время обучения получать самостоятельно, ну, если так уж получилось, другого вуза нет, то никто не мешает получать самостоятельно более современные знания по предмету, который, по вашему мнению, устарел. Вам никто не мешает, мешает только лень. Тем более, когда вы учитесь в вузе, у вас много свободного времени. Вы являетесь студентом. Зачастую вас кто-то обеспечивает. И это в основном родители. И у вас есть полно времени, которое можно уделить образованию. Часто бывает такое, что тот, кто гуляет в вузах, абсолютно вот просто все прогуливает, потом их выгоняет, потом обычно работает на тех, кто в вузах учится. Учится, да, кто может быть не как ботаник там целыми днями и ночами, но тем не менее учится. И это суровая правда. И в основном это так и есть. Ну, если не брать периоды обнищания стран, когда там, к примеру, инженер или учитель не нужен, и он вынужден работать на какого-то вот такого институтского гуляку, который умеет что-то где-то купить, продать и все такое. Но если мы берем нормальное развитие государства, если мы хотим все участвовать в нормальном развитии, то нормальное развитие государства и нормальное развитие человечества, то вот как раз образование, а далее и образованность, имеет очень важное значение. Поэтому институт это, я так считаю, второй этап подготовки нас или вас к реальной жизни. После института вы уже должны уметь самостоятельно прокормить себя для начала, ну, а там дальше как пойдет, да, как вы себя проявите. Также есть такое мнение, что есть предметы, которые как бы не нужны. Ну, к примеру, зачем программистам нужна философия? Или история? Ее же в школе учили. Или еще что-то. И как же это все пригодится в будущей профессии? Ну, или в жизни? То есть по поводу профессии еще можно как-то поспорить? А вот по поводу, как пригодится философия в жизни, ну, спорить сложнее, но тоже можно. Ну, давайте проведем такую аналогию. Кто-то, кто совсем далек от профессионального спорта, зачем-то регулярно ходит в спортзал. И он не работает в тех сферах, в которых нужна хорошая физическая подготовка. И в этом, собственно говоря, спортзале выполняет общий комплекс упражнений. Ну, например, там, приседание с небольшим весом на плечах. Ну, это может быть грифа штанги. Так вот, вопрос, а зачем ему это нужно? И как ему пригодится в жизни вот это самое приседание, если его род деятельности абсолютно не связан с физическими нагрузками? Вот вопрос, я думаю, интересный. Так вот, вы не можете быть уверенным, что изучаемая информация в ВУЗе вам никогда не пригодится. Это раз. Второе. Что-то изучая, у вас обязательно работает голова. Формируются нейроны. Нейроны объединяются в биологические нейронные сети. И так далее, и тому подобное. Вы тренируете свои мозги. Вот информация, которая хранится в нейронах, может быть, никогда не пригодится. А вот нейронные сети, которые образовались, вам обязательно в жизни пригодятся. А пригодятся они в получении новых знаний, в поиске чего-либо, в принятии правильных решений, и так далее, и тому подобное. Учиться нужно всю жизнь. Ну, так или иначе, что-то нужно все время учить, я так считаю. Когда учиться тяжело, ну, вообще, процесс обучения всегда тяжел. Если вам что-то дается легко, вы должны понять, что, значит, вы не учитесь. Значит, ваш мозг способен легко воспринимать эту информацию. Значит, у него уже есть какие-то навыки и знания по этой информации. И, значит, если вам легко, нужно нагружать мозг так, чтобы было тяжело, то есть усложнять задачи. А вот если учиться тяжело, и вам кажется, что что-то изучить невозможно, если порой бывает и такое, может дойти до отчаяния, это не всегда, конечно, это обычно, когда мозг загружен новой информацией, но не успевает ее переварить. Так вот, вот это и есть признак того, что вы учитесь. Учиться всегда тяжело. Вы тренируете свои мозги, вы формируете связи, вы заполняете нейроны информации, создаются сети. Чем больше вы знаете, тем лучше для вас, потому что, как минимум, у вас уже есть навыки в том, как подходить к изучению новой информации, конкретно для вас, как искать источники информации, как отсеивать ненужные источники и так далее. А этот навык приобретается в процессе получения этих самых знаний в различных областях. К примеру, можно завести ребенка, первоклассника, завести в большую библиотеку и дать задачу найти информацию о том, как решить дифференциальное уравнение. Вряд ли он вообще поймет, о чем речь. Можно эту дать задачу, ну, например, школьнику седьмого класса. Он, возможно, и найдет нужную книгу, потому что он уже, если он хорошо учился, уже может сообразить из какой-то области, что это дифференциально, что это за слово. А вот уравнение ему уже может подсказать. И он уже, имея уже какие-то навыки и какие-то сформированные эти сети и нейроны заполненной информацией, уже сможет найти книгу, которая либо правильную книгу, либо которая имеет схожую тему. А вот выпускник школы, думаю, ну, выпускник школы, думаю, с этим справится быстрее. Но если мы возьмем выпускника, отличника физмата, я думаю, он даже искать не будет. Он спросит, а что, собственно говоря, надо решить. И, как вы понимаете, что это вот поиск вот этой некой книги, скорость поиска, зависит от того, сколько у вас знаний. Так и с образованием в процессе жизни. У нас есть школа, вуз, а дальше жизнь. В школе и вузе у нас есть отличная возможность набраться знаний по максимуму. И это обязательно пригодится. Само знание высказываний, например, Сократа, оно вряд ли вам поможет. Но пока вы это выучите, пока вы это все обдумаете, как я уже сказал, будут сформированы нейронные сети, которые обязательно вам помогут. И вы даже не будете подозревать, что именно, возможно, вот изучение чего-то там по философии как раз сформировало вот эту вот связь, которая вам где-то помогла выйти из сложной ситуации. И тут как бы обычно не вуз или школа виноваты в том, что у нас нету знаний, а мы сами, потому что нам была дана возможность учиться. И нужно было учиться. Нужно учиться всегда, нужно себя заставлять, потому что это процесс сложный, тяжелый. Нужно учиться находить то интересное, что даст стимул к изучению. ВУЗ, если он все-таки плохой, дает вам возможность, точнее дает время, которого в самостоятельной взрослой жизни может уже не быть для изучения чего-либо. Кроме всего прочего, наличие диплома важно для серьезных организаций. Наличие диплома это лучше, чем когда его нет. Когда вы обнаружите в жизни, что, а это иногда некоторые люди в своей жизни обнаруживают, что вот было бы хорошо, если бы сейчас было бы наличие диплома. Но возможность получить диплома уже утеряна. Так вот, если у вас есть возможность получить этот диплом, получайте, не спешите, еще в жизни очень много будет времени на совершение других каких-то поступков. Важно наличие образования и знаний, и умений для тех организаций, которые что-то разрабатывают, которые двигают науку вперед. И здесь все профессии важны. Важно найти для себя ту профессию, которая будет вам в радость. Кто-то когда-то что-то такое сказал, выберите работу по душе, и вы никогда не будете работать. К примеру, кому-то может очень хотелось бы работать в детском садике. Но, конечно же, заработать в детском садике нереально. То есть, на нормальную человеческую жизнь. Но кто мешает, если вам действительно, ну, к примеру, это очень хочется, кто мешает, если у вас есть способности к этому, разрабатывать свою систему работы с детьми, читать там, записывать сказки, придумывать какие-то обучающие и веселые сценарии, придумывать декорации к сказкам, придумывать какие-то игры и так далее. И пробовать это все продвигать. То есть, в ютубах можно понаходить людей абсолютно по разным, ну, сразу по разным областям, и которые вот как бы продвинулись, кто-то там язык рассказывает, как изучать иностранный, кто-то еще что-то, кто-то там книги хорошо читает. Ну, то есть, каждый где-то себя находит и пробивается и развивается. То есть, если поискать этих людей в каких-то сферах, даже не важно в каких, и изучить, как они к этому шли, то, в принципе, обнаружится, что это были годы упорной работы. А сколько людей в этой сфере просто бросили свои попытки, потому что не хватило терпения. А сколько людей, способных к чему-то даже и не начинали. А вот, так вот, как же определить, на что мы способны? Какая область нам больше всего подходит? То есть, определить это сложно. Нельзя определить, если вы ничего не изучали. Но это никогда не поздно. Ну, к примеру, если у вас есть дети, не нужно их учить правильному удару у челюсть, чтобы с одного удара вырубать. Если вы владеете, к примеру, какими-то единоборствами. Точнее, если вы владеете единоборствами, вы обязаны эти знания передать для правильного их применения. Но, помимо этого, ребенку нужно дать другие знания и учиться вместе с ним. И тогда к своему совершеннолетию ребенок будет всесторонне развит. И вот тогда он, изучая абсолютно разные тематики, будет точно знать, что для него хобби, что ему нравится, и в какой области у него это все получается. Точно так же, если мы уже не дети, и уже довольно взрослые, ничего не мешает нам попробовать поизучать какие-то темы, которые для нас привлекательны. Поизучать и тогда разобраться, а где я все таки хорош, что мне нравится. И вот это вот найти ту область и сначала заниматься этой областью как хобби, а потом, если все будет получаться и постоянно над этим хобби работать, то, конечно же, это всегда даст какой-то результат. Ну, вот как пример. У нас в городе есть центральный парк. и там есть такая карусель одна, ну, она на самом деле не одна карусель, но вот особенная одна. Говорят, у дяди Толи. Так говорят, вот этот дядя Толя работал в органах, ушел на пенсию, что-то там погрустил и пошел в парк. И вот когда мы с ребенком идем мимо парка, он все время спрашивает, куда мы к дяде Толи идем? И мы идем к дяде Толи, если дядя Толя работает. И порой не один раз за один день мы ходим к дяде Толи. Помимо катания, дядя Толя еще и развлекает катающихся детей. И там все дети постоянно в восторге, всем весело, все хотят к нему прийти еще раз. Иногда можно увидеть очередь. А есть карусели, куда мы сходили один раз и больше туда не пойдем, потому что там сидят недовольные на все и вся люди. Злые, огрызаются, ну это нереально, туда просто с ребенком ходить. Так к чему это я? К тому, что никогда ничего не поздно. Нужно развиваться всесторонне и с особым усилием в том, что вам нравится. Иногда я могу услышать такое вот отговорки такие, что мол нету на это все времени. Согласен, есть действительно у некоторых людей нету времени, то есть у некоторых людей есть полная загрузка с утра до вечера. И возможности действительно нет, но возможность нужно искать всегда. Но довольно часто это все лишь отговорки, что нету времени. Попробуйте ответить на некоторые такие вопросы. Сколько фильмов, сериалов развлекательного характера вы посмотрели за последние полгода. Сколько компьютерных игр вы прошли за последние полгода или какие компьютерные игры вы играли. Сколько раз вы были в клубе дискотеки за последние полгода. Ну и так дальше и тому подобное. То есть я думаю если в среднем эти цифры 5-6 то скорее всего вы много времени тратите впустую. Конечно же нужно отдыхать скажете вы. Да нужно отдыхать. Нельзя постоянно работать над одними тем же и забивать мозги. Мозги должны где-то отдыхать чтобы переварить информацию. Но отдых должен быть отдыхом а не простым лежанием и поглощением того что было создано другими успешными людьми для того чтобы заработать денег. А заработать на вас. К примеру пришел лег смотришь исторический фильм который за полтора часа тебе рассказывает аж всю правду о том как все это было. Это страшно познавательно и полезно. Информация красиво подана вложена спецэффекты на уровне все красиво и не придерешься. Но если попробовать самому разобраться с каким-то событием оказывается нужно перечитать не одну книгу и оказывается здесь вполне то что полтора часа здесь полтора месяца а то и года не хватит и оказывается все уж не так уж однозначно поэтому отдых это смена рода и деятельность поэтому можно прийти сесть почитать книгу ну я так считаю копаешь на работе сядь почитай хорошую книгу целый день с книгами бумагами сгоняй в спортзал сходи в парк изучи с ребенком например капитал Карла Маркса ну где-то шутка ну и так далее и тому подобное сядь на велосипед покатайся не знаю ну в целом вот наверное буду все потому что уже такие небольшие отклонения можно сказать по теме потому что сама тема на самом деле очень обширная и очень много людей имеют могут иметь абсолютно разные мнения в силу своего опыта и здесь однозначно сказать нельзя но мое мнение что образование нужно оно обязательно чем больше мы знаем тем больше мы понимаем что мы ничего не знаем тоже кто-то сказал вот ну ну я думаю если данные мысли по каким-то тематикам вам будут интересны то можно будет продолжать в таком формате я высказываю какие-то свои мысли делюсь с вами а вы в комментариях делитесь своими мыслями и это будет очень я думаю познавательно и интересно всем ну как минимум просто почитать комментарии и посмотреть что у каждого есть свои там примеры свой опыт и и все такое ну а на сегодня все всем большое спасибо за внимание подписываемся делимся пишем комментарии и все такое всем пока спасибо